Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория и сейчас я хочу показать вам утепленную куртку из Экозамши из 12 каталога компании Фаберлик женской коллекции Осенняя сказка. Куртка утепленная из Экозамши имеет артикул 127W1102. Куртка прямого силуэта с функциональными карманами спереди, центральная застежка на металлическую молнию, цвет темный изумруд. Состав ткани, основная ткань это 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер и утеплитель 100% полиэстер. 120 грамм синтепона и вот у нас в каталоге заявлено, что эта куртка предполагается носить ее при температуре от плюс до 10 до плюс 5 градусов. Я заказала эту куртку в размере 54, мне она подошла, то есть она не в обтяжечку, так вот немножечко свободненько смотрится, но вы знаете, я уже думала над тем, что если бы я взяла размер 52, то она бы смотрелась на мне более плотно. Но вот в этом размере можно смело пододеть какой-то тоненький свитерок или водолазочку, если будет прохладно, поэтому все-таки я решила, что оставлю куртку в этом размере. И вы знаете, в размере 54 в каталоге у нас заявлена длина 62 плюс минус 2 сантиметра. Я вот замерила длину от плеча до конца изделия, получается у меня длина 64 сантиметра. Если померить по спинке от манжета полностью, то получается 67 сантиметров. И сейчас я вам озвучу небольшие замеры куртки в размере 54. Под мышками куртка имеет полуобхват 61 сантиметр, но получается, что это примерно на даже вот объем груди 122 сантиметра. У меня, конечно, меньше, но вот так как она прямого силуэта, такая получается немножко как дуденькая, то смотрится так вот достаточно свободно, в принципе, не критично. По резинке у этой куртки вот здесь у нас имеется резиночка трикотажная, резиночка эластичная и довольно-таки хорошо тянется. По резинке в нерастянутом виде полуобхват 55 сантиметров, то есть это на бедра 110 сантиметров примерно резиночка. Но можно даже вот и немножко, наверное, на бедра 115, где-то 116, я думаю, тоже будет нормально, но немножечко вот она потянется. На мне она резинка получается, то есть не в растяжку, а вот так как она есть, чуть-чуть немножко свободно. Но я позже вам тоже покажу в видео, как смотрится на мне. По рукаву. Рукав у нас в самой широкой части имеет полуобхват 20 сантиметров. И вот по манжету, здесь у нас тоже имеется манжет, рукав имеет полуобхват 9 сантиметров. Так что вот такие размеры этой курточки. В принципе, вы знаете, мне она понравилась. Я приобретала изумрудные лоферы. Ну вот, наверное, как раз, чтобы в тон с этой курткой, хотела посмотреть, как все это будет смотреться. Здесь у нее спереди имеется два кармашка. Давайте, наверное, чуть-чуть приближу камеру и покажу вам поближе. Так, немножко, наверное, мы вот так сделаем. Так, здесь у нее есть вот такие два кармашка. Ну вот они немножко застрочены посередине. Но это все убирается. И вот они достаточно такие получаются у нас глубокие. То есть вот аж сюда практически по молнии у нас спереди на этой курточке два кармана. Спереди у нас идет стежка. Она стеганая. И это, конечно, не замша. Ткань выполнена с имитацией под замшу. То есть она так же себя ведет у нас, как и замшевая ткань. То есть вот такие образуются на свету. Видно, где вот вы ее трогали пальчиками. То есть здесь ткань точно такая же. Вот у нас идет, как на платье бордовом, которое я вам перед этим показывала. Рукава у нас идут, просто вот здесь декоративный шов имеется по внешнему шву. И у нас также вот имеется, давайте, наверное, тоже подниму и покажу вам. Вот здесь у нас по горловине тоже идет трикотажный манжет. По спинке эта куртка у нас идет без отстрочки. То есть она у нас здесь выполнена просто вот тоже под замшу из эко-замши. Вот такая вот идет ткань, которая также вот на свету играет, вот как обычная замша. Куртка внутри у нас имеет подкладку. Это стопроцентный полиэстер. Здесь достаточно добротная металлическая молния. То есть молния не пластмассовая. Молния хорошая. И вот здесь у нас тоже вот темно-изумрудного цвета. У нее идет подкладка из полиэстера. И есть небольшой утеплитель. Поэтому куртка, конечно, для того, чтобы носить даже вот плюс 5, когда прохладно, на сентябрь-октябрь подойдет она, в принципе, неплохо. Изготовлена она в Китае. И вот здесь у нас есть с вами вот такой ярлык с условными обозначениями. Указано, что не стирать, не отбеливать. Глажение запрещено. Профессиональная сухая чистка. Не сушить в барабане. То есть эта куртка рассчитана на сухую химическую чистку. Так же, как и платьице. Но вы знаете, вот один небольшой недостаток. Когда я забирала с пункта выдачи куртку, то немножко вот у нас белая фольга прокладывается. Каждое изделие. Немножко была окрашена в слегка зеленый цвет фольга. И окрашен слегка зеленый цвет сам пакет. Поэтому хочу сказать, что немножко ткань, так как она у нас окрашенная, ну, наверное, страдает качество окраски. Так как немножечко был окрашен пакет и немножко вот окрашена фольга. Если вот так вот потереть руками, то в принципе, ну, я не знаю, по-моему, не красится. Но может быть совсем чуть-чуть. Поэтому если сразу какая-то вот светлая сумка белая там или вот что-то светло-серое, то не пойдет. Я думаю, что будет окрашиваться. Ну, вот это вот такое вот мое замечание. А так, в принципе, пошито все очень аккуратно. Не придерешься. Все строчки ровные, добротные. В принципе, смотрится она неплохо. Но вот для меня недостаток в том, что немножко вот был окрашен пакет и все-таки, наверное, немножечко девчонки красятся и руки от нее. Поэтому вот такой вот недостаток, который я обнаружила. А сейчас я покажу вам, как смотрится с брючками на мне эта куртка. Так что не переключайтесь, смотрите дальше. Девчоночки, всем еще раз большой привет. С вами Виктория. И сейчас я хочу показать вам, как смотрится на мне утепленная куртка из эко-замши из коллекции «Осенняя сказка» 12 каталога компании «Фаберлик». Куртка имеет темно-изумрудный цвет, передняя часть стеганая и спинка идет просто выполнена из эко-замши. То есть, это не совсем замша, но это вот такая ткань, которая очень похожа на замшевую ткань. И вот ведет себя точно так же, как замша. Но я бы сказала, что это, наверное, утепленная куртка «Бомбер». Здесь 180 грамм синтепона, поэтому куртку можно смело носить осенью, ну, наверное, до плюс 5 градусов. Я думаю, что вы в ней не замерзнете. Куртку я заказывала в размере 54. И вот у меня здесь еще достаточно такой хороший запас есть, для того, чтобы можно было пододеть водолазочку, либо свитерок. Вы знаете, в принципе, я думаю, что, может быть, и 52 было бы нормально, но тогда смотрелось бы, наверное, более в обтяжку. Поэтому, ну, это верхняя одежда, поэтому я считаю, что должна она смотреться, наверное, все-таки чуть свободнее, чем одежда, которую мы носим. Ну, то есть это платье, там, какие-то кофточки. Я сейчас отойду и покажу вам, как смотрится в полный рост на мне эта модель. Но вы знаете, вот на мой рост 1,67, вот когда поднимаешь руку, то рукав, ну, вот где-то вот так вот он у меня по руке. Если руку опустить, то, в принципе, смотрится это все более-менее по длине нормально. Ну, а когда вот поднимаем, то немножко, наверное, вот он такой, как чуть укороченный, что ли, кажется. Но на самом деле рукав здесь длинный, поэтому, ну, вот, наверное, мне хотелось бы, наверное, чуть-чуть, может быть, длиннее рукав. Но, в принципе, бомбер, он и подразумевает вот всегда такую длину. Но теперь давайте я отойду и покажу вам, как смотрится в полный рост на мне эта модель. И вот так смотрится на мне эта курточка. На мне сейчас новые жаккардовые брючки из базовой коллекции и темные изумрудные лоферы. Не знаю, будет ли вам видно, но вы знаете, в принципе, вот неплохо сочетается темный изумрудный цвет с темно-синим. И изумрудные лоферы, в принципе, смотрятся неплохо. Поэтому я осталась довольна этой моделью. Сейчас я еще раз отойду подальше, повернусь спиной, покажу вам, как смотрится со спины. Здесь есть резиночка у нас на курточке. И вот с обратной стороны смотрится следующим образом. То есть у нас трикотажная резиночка по низу куртки, по рукавам и вот здесь вот по воротничку. Сейчас я расстегну и покажу вам, как будет в расстегнутом виде она на мне смотреться. На мне еще вот из прошлогодней коллекции кофточка. И вот так смотрится она расстегнутая. Здесь есть два кармашка. Но кармашки пока зашиты. Их нужно будет убрать нитки для того, чтобы был доступ в карманы. То есть они, в принципе, достаточно глубокие. Так что вот такая модель. Здесь металлическая молния. Молния мне понравилась. Но вы знаете, вот для меня один единственный недостаток в этой куртке. Это то, что когда я ее получила, то вот здесь вот, я думаю, вам немножко будет заметно. Сам пакет. Вот, наверное, на свет вот так чуть-чуть видно. И бумага, которая у нас перекладывается. Куртка, которой переложены вещи, окрашены чуть слегка зеленоватый оттенок. Поэтому вот, ну, немножко все-таки эта вещь красится. Ну, вот у меня и платье было малиновое. Тоже вот немножко давало окраску. Я думаю, что, скорее всего, так как это вещи из эко-замши, вот такая ткань. Но, может быть, в процессе носки это все будет нормально себя вести. Но, конечно, если какие-то вот светлые, наверное, сумочки, то, может быть, наверное, и окрасится. Но вот так вот, если попробовать, то, в принципе, ничего не красится. Но вот пакет немножко был окрашен. Вот для меня вот такой небольшой недостаток. А так, в принципе, я очень осталась довольна этой моделью. Хорошо будет смотреться осенью как с брючками, так и с джинсами. Так что вот такая модель. Я ее пока себе оставила. Вот мне еще понравились курточки в 13-м каталоге. Но здесь очень красивый цвет. Он действительно такой темный, изумрудный, насыщенный. Смотрится, конечно, он красиво. И вот осенью будет смотреться он прекрасно гармонировать. А там, конечно, решать вам. Я вам показала, как смотрится. Это уже дело ваше. Смотрите сами, конечно. Если понравилось, то почему бы и нет. На этом я говорю вам пока-пока. До свидания. До новых встреч на канале. С вами была Виктория. До новых встреч.